показать это то, что вот то, что мы там рисовали с этими кашуливыми резольвентами, это в каком-то смысле согласовано с этой вот стрелкой на уровне комплекса, не алгебра. Вот, ну давайте сначала увидим просто, что это действительно будет кацикл. Ну, значит, что это значит, что это кацикл? Ну, кацикл у него есть как бы, вот у дифференциала в Хокшильде есть как бы два типа слагаемых. Есть два экстремальных и есть те, которые посередине. Вот, значит, мораль такая, что я должен взять, вот тут у меня L точек, я должен взять L плюс одну теперь уже функцию, не L, а L плюс одну, и в какие-то вот регулярные слагаемые они в какие-то вершины ставят, значит, произведение. Вот произведение F и T на F и плюс первое. А в остальное, допустим, они ставят там F1, там F2, то есть FL, по L плюс 1, по одной. Вот, и L плюс 1, да, теперь их всего. Вот, теперь, значит, я хочу использовать, что если я, вот здесь вот у меня стоят, вот F1, ну, F, ну, там, I на F и плюс 1, то это то же самое, что вот F и T свободное, а здесь F и плюс 1 плюс, значит, да, плюс наоборот. Вот здесь F и плюс 1, а здесь F и плюс 1. Но это следует просто из правила Лебница, потому что то, что я тут делаю, это я применяю D там по D и X и T. Если я его применяю по изведению F1, F2, я получаю, соответственно, по тожеству Лебница, получаю, что я по очереди могу применять. Получается некая сумма. Вот, прекрасно. Значит, теперь только, чтобы это все было верно, что-то у меня, да, что-то вроде как не сходится, что ли, сходится, а? А, может, а, я точно, точно, точно. Ну, в общем, ладно, давайте тогда мы, значит, в следующем разе, давайте, да, закончим, спасибо. Мы вот это дело все закончим, значит, тут нужно показать, вы сами, наверное, давайте просто я все-таки попробую, вот 2 секунды, ладно, еще возьму, а попробую просто проговорить. А, ну да, потому что вот в самом Хокшерском дифференциале, вот когда я, например, сюда сажаю произведение двух функций, он, значит, приходит со знаком противоположным с тем, когда я в соседние точки сажаю, то есть знаки чередуются. Вот, поэтому если я вот, например, получаю, вот если я хочу написать вот такой фрагмент, вот здесь F и T, вот здесь F и плюс первое, а здесь там F и плюс второе, ну и все остальное, вот как у меня тут написано. То есть вот в F и плюс первое никто не приходит. То у меня такая картинка получается из двух источников. Я могу вот сюда поставить F и T, F и плюс первое, а сюда поставить F и плюс второе. И согласно вот этому правилу у меня одна из двух слагаемых вот здесь будет ровно вот такой, да? Или же я могу сделать наоборот. Я могу сюда вот поставить F и T, F и плюс первое, F и плюс второе, а сюда поставить вот F и T. И тогда, и они будут с разными знаками. То есть здесь будет, допустим, знак плюс, а здесь знак минус. Ну и поэтому вот эта вот часть, которая, значит, будет присутствовать отсюда и отсюда, они друг другу сократят. Ну плюс к тому будут внешние. То есть у меня есть еще, конечно, такая ситуация, когда вот я сюда ставлю там F0 на F1, ну или F1 на F2. То есть самую крайнюю штуку. Ну тогда вы можете сказать, что у меня, ну это, конечно, верно то же самое, но с чем у меня сократится, когда F0, вот когда у меня такая ситуация, F2, а тут, значит, где-то F1. Ну и оно сократится, конечно, вот с экстремальным членом дифференциала. Когда у меня, ну вот есть там, еще раз, есть F1 на Пси от F2 и так далее, там дальше есть регулярные члены, которые вот, с которыми я тут разобрался, и дальше есть один, второй, значит, такой Пси от F1 FL на FL плюс 1. То есть вот эти члены, они просто реально тоже пишутся таким же образом, но тут уже на эту внешнюю функцию никакие стрелки не могут действовать. И вот, то есть у меня получаются картинки вот такого типа. И вот эти вот два внешних члена, вот экстремальных, они сократятся, соответственно, с одним из слагаемых вот из этих членов. Понятно, да? То есть, потому что тут у меня возникнет вот что. Вот такой член, он возникает в экстремальной части, в левом пуске, и возникает еще точно такой же, возникает, когда я в первую вот точку вставлю произведение F1 на F2. То есть вот эти все дважды возникающие сущности, они друг к другу сократят за счет того, что у меня знаки чередуются в дифференциале. То есть у меня получается, что это к-цикл. Я не про, не понятно? Не понятно, но а вы вы это можете прочитать? Почему вы это рассказываете? Почему я это рассказываю? Ну, потому что я же… Я, честно говоря, когда-то очень думал об этом много, сейчас я скорее просто решил вспомнить вот и как-то так. Ну, вообще есть работа, ну, я читал работу Концевича, по-моему, она, на самом деле, работы, которые, вот многие работы Максима очень хорошо и понятно написаны. Вот, называется Deformation Quantization of Poisson Manifolds 1. Ну, давайте я ее тоже, вот, два не существует, как бы, Manifolds 1. Вот, ну, там что-то такое написано, ну, просто это называется, вот, ну, не, ну, вообще вот этот результат, он классический, то есть, в смысле, еще до Концевича теорема, собственно, которую, наверное, Хокшильд доказал, там была некая серия статей в 60-е годы Хокшильда, ну, вот он, не, ну, вот эта теорема, она точно в 60-х годах, там, просто я пытаюсь ее, как бы так, на пальцах немножко рассказать, но, то есть, смысл в том, что, с одной стороны, я посчитал когмологии из, там, соображения резольвенты, да, с другой стороны, я, как бы, предъявил каждому элементу, про который мы знаем, что вот эта когмологиям принадлежит, некоторую явной к отцепи. Я вот хочу проверить, что, я хочу таким образом построить изоморфизм более явно, без какой-либо там атрибутики к резольвентам, но я хочу проверить, что это действительно, что, ну, смотрите, я же вот что делаю, что у меня есть вот поливекторные поля с нулевым дифференциалом, и есть вот этот вот Хокшильд с дифференциалом Хокшильда. Ну, вот, я хочу, чтобы это было отображением комплексов. Ну, чтобы это было отображением комплексов, я должен каждому элементу здесь сопоставить некоторый к-цикл здесь. Вот, собственно, я это и делаю. Вот я попытался его задать вот формулой, которая, значит, вот либо рисуется таким графом, либо вот этой вот формулой, ну, вот оно тут написано. Вот, ну, я вам скину. Нет, ну, в принципе, вот, конечно, это там написано. Тут, в общем, проблема в том, что вот понять, почему это будет к-циклам, ну, очень легко. Ну, правда, вот вы просто смотрите, что происходит с дифференциалом. Ну, вот вы должны, вот когда вы хотите взять вот это вот, вот это вот, то, что этим графом рисуется, и посчитать от него дифференциал, это значит, что вы в каждый аргумент ставите какое-то произведение соседних функций, это регулярные члены, плюс еще два экстремальных, когда вы одну функцию ставите вот в самую левую точку, а другую в самую правую. И то, что я говорю, это то, что если вы берете вот альтернированную сумму всего вот этого, то там члены будут друг другу сокращать. Ну, я уверен, что вы это сделаете просто, если, может быть, я сказал, может быть, если первый раз это видеть, может быть, чуть-чуть непонятно, но я уверен, что, ну, я объяснил как бы механизм, если вы посмотрите, вы это сделаете в этом нет. Да, да, конечно, конечно, потому что в конце еще используются не только эти графы, в него используется, то есть вот этот вот язык про графы, это вот абсолютно, да. То есть в конце еще как бы ситуация, там вот этот очень прост, это линейная алгебра. А дальше, когда он строит свою формальность, вот в этом месте зарыта самая, в общем, интересная вещь. У него там как бы каждый член, это, в общем, некоторые поливекторы, ну, грубо говоря, он строит L-бесконечность-морфизм, и этот L-бесконечность, его итый член, это значит, вот итая внешняя степень там поливекторных полей должна отображаться, ну, мы это напомним, что поливекторность-морфизма там Фокшельда насколько-то сдвинутая, небось, на единицы минус и, судя по всему, да. Вот, то есть вы вот хотите взять и поливертонных полей, там несколько функций, потому что тут может быть N-концепт, там некоторое количество функций, и построить, значит, вот некоторое, значит, вот такое, чтобы сдвиг соблюдался, некоторую там новую функцию, то есть построить такую концепт. Ну, концепт это делает, на самом деле, вот если у него тут N-концепт, он, собственно, делает это вот ровно так, как я сказал, берет тут вот N-точек, в которые он сажает функции, вот I-точек, в которые он сажает вот поливертонные поля, и дальше рисует какой-то граф, вот, таким образом, чтобы все внешние аргументы из поливертонных полей, вот из этого графа как бы друг с другом сократились, ну, не друг с другом, а еще как бы с функциями, то есть каждому ребру, то есть чтобы вот этих ребер из этой точки исходило столько штук, какова арность вот этого поливертонного поля, из второй точки столько штук, какова, значит, второго поливертонного поля и так далее. То есть вот сюда мы, тут у нас одно поливертонное поле, L поливертонное поле, мы берем, значит, L ребер, чтобы все вот эти вот аргументы с помощью этого ушли. Ну, по-моему, понятно, нет? Понятно? Ну, по-моему, довольно понятно. Вот, да, но самая нетривиальная суть вот у Концеича, он рассматривает Концеич вот всевозможные графы с некоторыми условиями, но, в общем, суть даже не в этих условиях, какие условия, в общем, понятно. И каждому графу он сопоставляет вот то, что я практически вот обрисовал, но я потом это могу еще подумать, как это может быть чуть более гладко повторить, или просто по второму разу. То есть таким образом у меня вот и поливекторным полям будет сопоставляться некоторая КЦ. Значение которой вот на этих функциях, это, собственно, вот результирующая функция. Это некий граф гамма, и это будет сумма по всем этим там графам гамма, но тут самая вот нетривиальная вещь, что вот каждый граф будет приходить не просто, а с некоторым коэффициентом W-гамма, который вообще некое трансцендентное число. И вот эти коэффициенты, они как бы подбираются таким образом, чтобы выполнялись алгебраические соотношения, которые мы хотим, чтобы были бесконечными орфизами, значит, выполнялись. То есть в нашем случае вот у этого графа, у него вот это вот, вот у этого гамма, который тут нарисован у него, W-гамма равняется единице на L-факториал. И отсюда, собственно, вот эта вот единица на L-факториал. Но у общего гамма у него какие-то, значит, другие лица. И вот эти, собственно, вот веса, это, если проводить аналогию там с теорией Поля, это некоторые там фейновские интегралы такие, которые в конце еще получаются интегралами по конфигурационному пространству точек. То есть вот эти вот веса для каждого гамма, их можно будет, естественно, есть рецепт, как их там считать. Только это рецепт, а не ответ. То есть вот некоторые там, ну есть же интегралы, которые можно задать, но нельзя посчитать. Ну вот это примерно вот такого же опера. Но при этом их нельзя посчитать, но можно понять, каким там по формулам Стокса, по формуле Стокса, там как-то выходя на границы, можно понять, каким они удовлетворяют, значит, то же стволу. И вот это вот и будет происходить. То есть самая вообще нетривиальная и трансцендентная часть этой конструкции, она вот в этих вот весах W-гамма. А сами графы, вот та часть, которая, вот собственно, кацепи, которые соответствуют этим графам, это просто линейная алгебра, и это, собственно, ничего более, чем теория инвариантов Германа Вилля. Тут нету на самом деле. Да, вообще все, да. Ну как, он просто придумал-то он это физическим образом. Там есть такая модель, вот сюда вроде как собирается в какой-то момент приехать Андрей Лосев, который меня, когда я там был вот тоже там аспирантом, он меня обучал, значит, вот это, и он физик вообще, он меня обучал вот этой вот АКСЗ-модели. Я тогда занимался формальностью с математической точки зрения. Вот есть эта, значит, модель АКСЗ-модель топологической теории поля, значит, Александров, Концевич, Шварц, Заборонский. Ну и вот в какой-то момент, через несколько лет после того, что статья была написана, статья была там как-то миросимметрией мотивирована, Максим понял, что она применима и к этой задаче, от которой он тоже думал. То есть там некая общая схема, это не одна какая-то модель, а некоторая общая схема, которая позволяет как бы придумывать разные топологические теории поля, и вот это вот одна из таких, значит, реализаций вот этой схемы. Вот, я к тому, что если Андрея Семеновича, если его очень попросить, может быть, его можно попросить, и он вот в какую-то лекцию просто вот расскажет, это не будет, наверное, очень понятно, но он, по крайней мере, расскажет какие-то физические бэкграунты. А реальность такая, что Концевич как бы вот придумал это, естественно, таким образом, то есть через АКСЗ-модель, а потом он, значит, решил это для математиков переписать, то есть он не записал это физически, ну, там же ничего, не существует же континуальный интеграм, начал записывать, но при этом переписал это все чисто математически. Но потом появились там статьи Фельдера, Катанео, еще там каких-то, ну, по-моему, вот Фельдера и Катанео в основном, где они как бы доказали, ну, показали, что, собственно, вот то, что вот это все, это вот ровно то, как вот, ну, что это АКСЗ-модель. Есть такая легенда, есть такой вот другой физик московский, Антон Герасимов, совершенно выдающийся человек, вот, и есть такая легенда, которую, в общем, никто мне там, и Андрей Семенович говорил, Лосев вообще, что как-то когда там был какой-то доклад, когда вот чисто математический, где вот там написали вот эту вот формулу Концевича, где-то, ну, Герасимов просто немедленно встал и сказал, какая теория поля, какой там пропагатор и так далее, который это все. Ну, это как бы для физиков, которые вот реально в этом всем секут, очень понятно. То есть я имею в виду, что у Концевича как раз была работа в другом направлении, чтобы сделать это математически строгим как-то. А вот это вот надо Коля у меня спросить, потому что вроде он, ну, мне он, я общался там пару месяцев назад с Андреем Семеновичем по скайпу, он говорил, что он собирается когда-то приехать на какое-то время, и Коль вроде тоже говорил, а значит, когда я не знаю. Вот, но вот когда приедет, можно будет как бы его попросить что-нибудь такое тут рассказать. Да, хотите? Ну, хорошо, попробуем. Я буду, наверное, немножко встревать, заодно буду вспоминать, но я просто буду как бы, ну, в том случае, если будут какие-то вопросы, я буду себе позволять комментировать, ладно? Ну, чтобы было просто понятно. Ну, все, тогда давайте, тогда на сегодня мы это дело закончим, а в следующий раз мы продолжим. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok